Кинематография Фильмы «Плавание Баттерфляй», «Нулевой день» и «Солнце» завоевали большинство наград на кинофестивале «Фадж» в этом году. Фильм «Плавание Баттерфляй» режиссера Мухаммада Карта побил рекорд по количеству проустальных симургов на 1938-м кинофестивале «Фадж». Фильм получил премии за лучший звук, лучший монтаж, лучшую женскую роль второго плана, лучшую мужскую роль второго плана и лучший фильм по версии зрителей. По сюжету фильма проблемы и трудности возникают не за одну ночь. Можно обнаружить их корни на протяжении жизни. Обращение внимания на воспитательную функцию семьи является самым главным моментом в содержании фильма. Фильм «Плавание Баттерфляй» является продолжением потока, начавшегося в середине 90-х годов по иранскому календарю, с фильмов «Жизнь и день», всего «Шесть с половиной» и «Маленькие ржавые мозги». Эти работы, рассказывающие о жизни маргинализированных жителей современного городского общества. Так называемая социальная драма, история которой происходит на юге города, смешивается с элементами трейлера и таинственных жанров и имеет потенциал в привлечении аудитории. Фильм «Нулевой день» режиссера Саида Маликана получил премию «Новый взгляд», премию за технологию создания физических спецэффектов, дизайн костюмов, специальную премию жюри и премию национальный фильм. Фильм рассказывает о том, как Абдельмалит Риги был арестован Министерством информации и национальной безопасности Ирана в воздушном пространстве Ирана. Фильм «Нулевой день» – это другая сторона фильма, когда была полная луна режиссера Наргеса Абьяр. Фильм «Нулевой день» начинается с серых гор у Ирана-пакистанской границы с некоторыми шокирующими кадрами. Переполненный план в начале фильма вызывает волнение и держит его почти до середины фильма. В разных частях фильма изображены некоторые части преступлений группировки Джандула. Фильм «Солнце» – это работа известного в кинематографии Ирана режиссера Маджида Маджиди. В последний раз он создал совместный с Индией фильм «За облаками», восхваляющий любовь и жизнь. А теперь, спустя много лет, он еще раз вернулся в желаемое для его аудитории кино. Хотя Маджиди работал над важным сценарием, связанным с обездоленными детьми, однако даже на мгновение не разочаровался, не преувеличил и не очернил проблемы жизни этих детей. На 38-м кинофестивале «Фаджж» была также вручена новая премия под названием «Специальная премия Хаджа Касима Сулеймани». Так, в память об усилиях этого великого генерал-полковника, премия присуждается фильмом, связанным на тематику сопротивления, джихада и самопожертвования мусульманских бойцов Ирани и даже в других странах. На 38-м кинофестивале «Фаджж» специальная премия Хаджа Касима Сулеймани была присуждена фильму «Абадан 1160». Фильм «Абадан 1160» режиссера Мирдада Хошбахта имеет первозданную тему. Фильм уделяет внимание важной роли влиятельных СМИ, таких как радио, и его деятельности в годы священной обороны иранского народа перед вторжениями баасовского режима и Саддама Хусейна в Иран. Фильм рассказывает о гордом сопротивлении любимых и добрых жителей южных районов Ирана, особенно храбрых жителей квартала Зульфикари в Абадане в годы священной обороны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова